В вашем внимании представляется гнейз примерного состава граната сегмонит сорта пероксена, отобранный из азиаса банкера в Восточной Антарктиды. Сейчас мы будем его испытывать на прочность, сколько ударов он выдержит. А какая цель? Цель как раз расщепить образец, посмотреть точный состав минеральный, потому что, может быть, там сидят микрозерна шпинели, которые как раз мне необходимо обнаружить. Засовываем камеру. Не только шпинель, а также сегмонит. Опускаем. Попалить надо? Нет, там все само. Ну вот, 35 импульсов, да? Сейчас все коллективы гранатки должны быть сойдет к минимуму. И той белой штуки, которую мы вчера наблюдали, не должно быть. Так. Снимаешь, что ли? Видишь, торчит меньше. Ни этих дефектов нет. Так, пузыри выходят. Это из-под пакета. Это Газбраун. Ну, если бы, если бы. Почему он так пузырится? Видите, как интересно, как будто кипит. Ну, тут я, конечно, ошибся. Ну, ужас. Клип-мейкинг. Итак, что мы имеем? После 35 импульсов у нас получается образец, если вы помните, он был целый, да? А сейчас он вот в таком виде. Ильнур, как ты считаешь, надо ли еще додрабливать? Конечно, надо. Надо еще доскрывать. То есть, мы видим эффект опять при викингинга, при викингинга, при ослаблении, когда можно образцы покрошить руками. Так, мы используем сито минус 7 миллиметр, вот, у тебя какая крупность кристалла, тоже надо оценить. То есть, мы, в принципе, по максимуму можем прогнать его через сито, да? То есть, 35 импульсов, ну, не знаю, я бы еще, наверное, 70 где-то сделал. Нужно быть хорошо все. После 100 импульсов у нас осталось совсем немного материала. Можем еще добить, как бы, такое ваше экспертное мнение, Ильнур. Оставшиеся где? Ну, в смысле, все там? Все чуть-чуть. Все в такой же? Или все ушло? Там есть достаточно материала, сейчас постараюсь его побольше забрать. Вот. Примерно, почти столько же еще там лежит. Все остальное через сито прошло. Ну, можно еще пощелкать. Так, это у нас образец 2, масса 33, 3 и 3 грамма. И 3 грамма. Что это? Это также гнейс, но тут меньше, точнее, почти без пероксена. Вот такие включения, это что такое, черненьки? Это гранат. Гранат, и там еще есть полно рудных ротил иллюминид Вейсеровских, что как раз было бы тоже интересно изучить, расщепить, и посмотреть, как они вообще взаимодействуют в кристаллографическом плане. Отлично. Загружаем. После 33 импульсов, сейчас посмотрю, что у нас стало с образцами. Так, ну вот, я даже взять не могу, но настолько мелко, но практически полностью все издробилось. Это вот самое крупное, что осталось. Ломается руками. Так. Ну, парень, я считаю, что все коронатики у нас... Выбудил. Ну, она не видишь? Угу. Можешь приблизить, смотри, извлеклось как. А вот даже так. Угу. Так, ну что думаешь? Там вот видишь, дружит. Вон туда же все хорошо просвечивает. Да, то есть материала немного, вода не смутнела. Ну, видимо, и вещество такое. Ну, еще 25. Угу. Так. Продолжаем тогда. Угу. Так, это у нас после... Сколько? После... Еще 15. Еще 15. Еще 15. 48, да? Вот такие у нас выделились гранатики. А это что, пирог получается красный? Ну, там перо полярета. А, понятно. Ну, да, надо их просто на хорошем освещении посмотреть. Это у нас надсветовой класс. Там сколько-то есть материала еще внизу. А это подсветовой класс. Продукт электроимпульса пробы номер 2. Так, проба 3. Что это такое? Еще один кнейс тоже. Гранат-сельмонит плюс-минус картеритового состава. Тут уже без пероксинов точно. Угу. Угу. А что ищем? А, ищем по большей части рутилы алюминиевые сырочки и циркончики. Угу. Отлично. Масса образца... 65,1. 65,1 грамма. Угу. Так, в совокупности у нас было 95 импульсов. Образец весь дезинтегрирован. Вот отмечаются такие яркие красные зерна. Это маркер. А, это маркер. Понятно. Но все равно кристаллиты-то есть какие-то. И это подсветовой класс. Пробую 3. После 95 импульсов. Все цирконы тут. Рутилы тоже. Рутилы тоже. Рутилы тоже. Рутилы.